Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Вчера не было видео, я очень надеюсь, что вы по мне скучали. Если скучали, то пишите в комментариях. И сегодня у нас с вами прям поляна. Предновогодний такой мукбанг. У нас здесь крылышки вкуснейшие просто. Рецепт я вам оставлю внизу, вы просто обалдеете. Дальше здесь вот такой вот салат, рецепт тоже я оставлю. Здесь у нас айва, по-моему, называется айва на русском, если я не ошибаюсь. То есть просто мы ее хорошенько сварили, затем поместили в духовку и немного припекли. Получается просто бомба. Дальше здесь у нас чай и, конечно же, символ Нового года это мандарины. На шара просто кетчуп и обычный самый чай. А, еще, кстати, сырочек от Чуда. Не знаю, смогу ли я все это съесть. Давайте приступим. Начать я хочу с того момента, что... Позже вчера я выложила видео со всем вечером, сжали. А потом я его удалила. Потому что там было немножко не смонтированной части. Представляете, видео не смонтированное я выложила. Точнее, произошла ошибка программы монтажа. Обычно, как только я выставляю видео, сразу стараюсь читать комментарии. Но в этот раз получилось немного иначе. Как назло. В этот день... Я целый день провела сжали. И совсем не смогла поболтать с парнем. И он начал мне немного предъявлять на этот счет. И я, как только закончила свои дела, сразу позвонила ему. Выложила видео. А оказывается, там столько моментов, которые я должна была вырезать. Прикиньте, я все это залила. И там сначала шло конец видео, а потом начало. Одна малейшая ошибка. Может привести к таким последствиям. Я, если честно, не пересматриваю видео, после того, как я его смонтировала. Потому что... Это лишние 30 минут. Это лишние 25 минут. Но теперь я поняла, что я это делать буду. Потому что вот так вот получается как-то не очень серьезно, на самом деле. Выставила, опозорилась, удалила. Короче, как-то не очень. Слава богу, посмотрела всего 13 тысяч человек. За один час. Вы, правда, видели только 9 тысяч. Но в аналитике у меня показывает конкретно, сколько человек посмотрели, из какой страны и все дела. С одной стороны, это очень хорошо. Что у меня очень много зрителей, у которых есть колокольчик. То есть они ставят уведомления на мои новые видео. Вот как раз таки увидели те, у кого стоит уведомление. Кто получил уведомление о том, что у меня вышло новое видео. Так что увидели свои. И ничего страшного не произошло. Вчера был ужасный день. Поэтому у меня не было видео. Мама заказала тарелки. У тарелок доставки нет. Я им написала, что я приеду такого-то числа и заберу. Они сказали, окей. Мне надо было поехать на 28-е. Я утром встаю, вызываю себе такси. Такси мне говорят, что там пробки, там дороги закрыты. Поэтому мы, к сожалению, сегодня не работаем в этой области. Такси мне говорят, что мы сегодня не работаем, так как у нас в Азербайджане Победа празднуется. Сегодня как раз таки 10 декабря. Поздравляю всех с завершением Победы. Наконец-то исконно азербайджанские земли вошли в состав Азербайджана. Поздравляю всех. В связи с этим будет парад. Парад Победы. Получается, что они вчера репетировали. Все дороги закрыты. Я, в общем, самая умная. Нашла в интернете маршрут, как можно проехать туда. Села в автобус, поехала. Я просто понимаю, что мы попали в такую жуткую пробку в автобусе. Это просто за час мы проехали, наверное, 100 метров. Вот просто ужас. Все такие нервничают. Что делать? Мы находимся в такой области города, где вообще не ходит транспорт. То есть это не остановка, чтобы я взяла, вышла там и нашла какое-то другое средство передвижения. Но с другой стороны, я понимаю, что смысла просто стоять тоже нет. А у нас еще комендантский час. То есть после 9, если ты остаешься на дороге, то это штраф. А как вернуться домой, если ты в пробке? В общем, был какой-то замкнутый круг. Я даже не знала, что делать. Застряла в городе. Такси не работают. Автобусы просто стоят. Некоторые вообще не едут. Такой хаос просто. И ты понимаешь, что если я сейчас еще больше времени потеряю, то я попадаю в час пик. 6-7 часов это вообще ужас. Все возвращаются с работы. И мне нужно как-то вернуться домой до 6. В общем, столько нерв было потрачено на дороге. Столько сил. Слава богу, этот день закончился. И я смогла вернуться домой. Я так переживала. Это, кстати, наш араб. Вкуснотища. Сделаем вот так. Весь вчерашний день я просто просидела в автобусе. Сначала поехала туда, потом пыталась вернуться. Опять же, эти пробки. Все связано с тем, что парад победы. У нас наши военные репетируют. И получается, все дороги в городе закрыты. Поехать-то как-то надо. У меня парень начал мне предъявлять. Говорит, ну зачем ты именно сегодня решила ехать и это забирать. Мне, если честно, было как-то неудобно. Как-то стыдно в том плане, что я уже один раз отменила. И на другой день перебросила, когда... То есть забрать эту посуду. Мне было неудобно опять говорить, что дороги закрыты. Я не смогу приехать. И это выглядело бы как отмазка. Я решила, что нет. Что бы это мне не стоило, надо поехать. Поехала. Сидела-сидела дома. Решила в этот день начать. Сегодня у нас отмечается День Победы. Но вообще в дальнейшем каждый год 10 ноября у нас будет нерабочий день. День Победы, как у вас, 9 мая. Народ, естественно, очень рад. Народ ликует. Все радуются, поздравляют друг друга. Это, конечно, хорошо. Но, блин, не работает метро. Вот это вот ужасно. Из-за коронавируса не работает и по метро. В автобусе все равно все едет вот так вот, битком. Такси вообще эти 2-3 дня не работают. И вот как? Если я вчера не заразилась коронавирусом, я, наверное, не заражусь никогда. Потом прошлась по магазинам. Я вам снимала истории. Присмотрела кое-что, померила. Впервые не понравилось, как сидит на мне. Но я уже худею. Я уже 57,5. Представляете, я похудела на 2,5 килограмма. Все потому, что я после 6-ти не ем и еще занимаюсь спортом с жоли. Так что, если вы тоже хотите похудеть, стоит начать. Я реально не понимаю людей, которые просто хотят похудеть, но ничего для этого не делают. Хотя у меня парень категорически против похудения. Он говорит, что мне так подходит. Вот эти щечки, как у хомяка, мне идут. Так что не стоит худеть. Я совсем забыла рассказать вам один момент. Когда я ехала на автобусе, мне нужно было положить на карточку деньги. Потому что автобусы, они с карточкой. В общем, чтобы оплатить за проезд в автобусе, нужна специальная карточка. А на нее нужно положить денежку. В общем, подошла я к банкомату, так скажем. Ну, как обычно. Кладу на карточку один монат. Это 45 рублей. Все думаю. Круто. И там, значит, пишет. Не получилось. Ой, да они еще у лунматы. Я такая думаю, в смысле. Если не получилось, верни мне мои деньги. То есть банкомат, получается, забирает деньги и пишет, что не получилось. Знаете, как лотерея. Иногда играешь. Получается, ты заплатил за лотерею, нифига не выиграл. Ребята, как это вкусно. Как это вкусно. Прям с такой кислинкой. В общем, пишет мне, что не получилось. Прикиньте. Потом я пытаюсь еще один монат загрузить. Опять пишет. Это значит, что не получилось заплатить. Я такая, блин, в смысле? Тогда верни мне мои деньги. И тут я понимаю, как хорошо, что это всего лишь один монат. Потому что обычно я ставлю на карточку сразу много денег, чтобы не запариваться. Я сразу ставлю, не знаю, 10 монат. Это 450 рублей. Я думаю, как хорошо, что это не 450 рублей, а всего 2 моната. Я решила позвонить. Он, видимо, испортился. Да, в холодильнике очень долго был. Ничего страшного. В общем, я решила позвонить на горячую линию, сообщить. Не то, что верните мне денежки мои. 90 рублей, пожалуйста, которые я потеряла у вас на банкомате. Я просто хотела позвонить, чтобы сказать, что у вас по такой-то улице банкомат не работает, в нем какая-то ошибка. Позвонила на горячую линию. Мы сказали, подождите на линии. Ровно 20 минут я была на линии. И ничего не добилась. Короче, ужасный день. День полон сюрпризов. Причем плохих. Раз, не знаю, в месяц у меня бывают такие дни. Когда все фигово. Блин, я прям кайфанула от этого мукбанка, реально. Все самое вкусное. Обожаю этот звук. Звук раздевания мандарина. Поэтому вчера не было видео. Но ничего, всякое бывает в жизни. Не нужно расстаиваться, не нужно нервничать. Самое удивительное, мы вот сидим в автобусе. И стоим на месте уже 2 часа. И все начинают кричать на водителя. Причем здесь водитель? Ты не видишь, на дороге места нету. Куда ему взлететь? То есть у некоторых необоснованная просто агрессия выливается на человека, который ни в чем не виноват. То есть на пробке. Что он может сделать? В общем, ребята, я наелась. На этом все. Спасибо, что посмотрели этот разнообразный мукбанк. Я вас всех очень сильно люблю. Целую, берегите себя. Самое главное, свои нервы. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всех люблю. Пока.